Добрый день, дорогие друзья! Издательский дом Питер приветствует вас. И сегодня наша встреча с практикующим психологом и астрологом Анной Куминской. Анна, добрый день! Мы рады вас приветствовать. Анна, я знаю, что вы практикующий тренер, астролог и психолог. И одно из ключевых ваших направлений – это работа с архетипами. Скажите, пожалуйста, что это такое, с чем его едят и для чего они вообще нам нужны? Ну, что такое архетипы, хорошо сформулировал Йонг. Но, на мой взгляд, это такая встроенная в человека заводская настройка, с которой он рождается. И, как мне кажется, ее невозможно поменять, ее невозможно поломать в течение жизни. И я бы сформулировала, что это способ общения с миром, самый естественный способ общения человека с миром. И бывает так, что человек получает травму или что-то происходит, ему долго приходится носить какую-то маску. И тогда ему тяжело. Даже сложности, которые он встречает, если он в контакте со своим архетипом, он их не то что не проживает, он их проживает, но по-другому. Больше сил, больше уверенности в себе, энергия его архетипа, она ему помогает их пройти, получить опыт и пойти дальше. А когда очень большая разница между тем, что человек из себя пытается представить и какое он на самом деле, он может меньше добиться. У него сложности во взаимоотношениях с людьми, потому что тоже люди не понимают, как его считывать, да, какое он, что он хочет. Поэтому мне кажется, что знание архетипа важно. И в том, что я из себя представляю, да, это такая внутренняя разобранность. И профориентация, например, да, допустим, что человек обращается к своему архетипу для того, чтобы знать, где я могу быть полезен, где я пригожусь. И, соответственно, эта сфера, когда он свой, она ему будет приносить гораздо больше денег, ну, удовлетворение, естественно, тоже и денег, он сможет там подняться. Вот, мне кажется, для этого и нужно знание архетипа. Как известно, отцом, основателем архетипов был Карл Юнг. С того момента психология, как и все человечество, сделала большой рывок и шаг вперед. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день, что такое архетип и какие есть точки зрения на это понятие? Обычно выделяю 12 архетипов, ну, есть системы, да, обычно их 12. Вот то, что беру для себя я, моя система, да, которую я сделала. Она коррелируется, в общем, у нее есть такая взаимосвязь с системой Пирсон. Мне близка, она мне нравится. Вот. В моей системе 10 архетипов. И как, в общем, я к ней пришла, почему мне это стало интересно, потому что, когда человек пытается узнать свой архетип, он обращается к специалисту, сейчас много специалистов, да, или он проходит какие-то тесты, но ответы могут плавать, и это не точно. И я обратила внимание, что в гороскопе можно увидеть архетип человека, а гороскоп не меняется, он, ну, такой, какой он есть, да, с самого рождения, не пока мы живы, вот, и там архетип прописан, да, вот, как будто бы еще до рождения человек знает. Как некий паспорт. Да, как паспорт, совершенно верно. Вот. И мой след на архетип, что его можно вычислить, да, с помощью астрологии, то есть есть методика, она не сложная, человек может это сделать сам, и в книге будет рассказано, как это сделать, вот. И знать про себя. И 10 планет на данный момент открытых, 10 архетипов. Существует большое количество самых разнообразных тестов, психологических, социологических, сам большой любитель их проходить, но вот что я заметил, в зависимости от настроения, времени года, ты их проходишь, и бывают совсем разные ответы, несмотря на то, что ты проходишь один и тот же тест. Скажите, почему так происходит? И есть ли частота исследования непосредственно в вашей методологии? Совершенно с вами согласна. Она сама баловалась, проходила разные, разные результаты, вот. Ну и вы правильно сказали, да, что состояние, настроение, много внешних причин, которые меняют наш внутренний, да, камертон, и мы можем по-другому реагировать на один и тот же вопрос. Но астрологическая карта, она позволяет посмотреть глубоко внутрь человека, то есть какой он на самом деле. И там ничего невозможно изменить, то есть если вам не объявили по телевизору, что планеты сошли с орбит, то все базовые настройки, которые есть на дальней карте, они сохраняются, и там, в какой бы день мы ее ни посмотрели, архетип будет один и тот же. А это трудоемкий процесс? Для человека, который практикует долго, нет, ну, то есть это легко, но и методика, которую я дам в книге, она тоже позволит сделать это, я не могу сказать, там, в течение пяти секунд, но это будет доступно человеку. Ну, скажу, что мы с нетерпением ждем вашего сочинения, вашей работы. Дорогие друзья, мы надеемся, что уже в следующем году эта книга выйдет и будет на прилавках магазинов. А вот в рамках нашего разговора какой-либо небольшой экспресс-тест вы можете сделать? Да, могу. Для вас, да, Алексей? Да. Не будем скрывать, что я знала ваши данные, вашей натальной карты, и у вас очень интересная ситуация, и она будет у людей тоже так. Два архетипа, которые сильны в вас. Но все-таки главная планета вашей натальной карты – это Венера. И сейчас в процессе работы я этот архетип пока, по крайней мере, назвала возлюбленный. И этот архетип говорит о том, что вы для мирной жизни. То есть ваш архетип очень ярко себя проявляет, когда идет работа какая-то исследовательская, когда очень много взаимодействия между людьми, нужны связи, контакты, коммуникации. Это индустрия и сфера красоты, дизайна, допустим. Да, вы посредник, можете быть прекрасным посредником между людьми, третьей рукой в договоренностях и спорах. И обустроить мир, сделать его красивым, научиться договариваться. И, ну, по сути, вы сейчас находитесь на своем месте в профессиональной сфере. Да. Диалоги простраивать. И вы так общаетесь с миром. Это ваше ключевое качество. Поэтому даже если бы вы выбрали другую профессию, ну, например, были бы бухгалтером, условно говоря, вы бы все равно украшали свое рабочее место, вы бы все равно улаживали какие-то дела. Конфликты. Да, к вам бы с этим именно обращались. И именно за это вам бы платили деньги. И так часто получается у людей. А скажите, пожалуйста, какие есть ключевые причины для того, чтобы купить книгу, которую вы сейчас пишете? Вот что человек должен получить из вашей методологии, из вашего сочинения? В книге будут подсказки, какие профессии все же подходят человеку. Стиль общения в личной жизни для того, чтобы личная жизнь была спокойной, для того, чтобы ее можно было найти, для того, чтобы ее можно было продолжать, следуя своему архетипу. Будут подсказки про то, какие есть теневые стороны архетипа, и что с ними можно делать, и как их можно заметить. И в астрологии есть такое хорошее слово, и в психологии тоже, проработка так называемая. У каждого архетипа есть три уровня. И нет предела совершенства. То есть пока мы живы, мы можем совершенствоваться. Это нам будет доставлять истинное удовольствие. И если у человека есть ребенок, посмотреть какой это архетип, чтобы не поломать, для того, чтобы развивать, для того, чтобы состоялся. Эта книга тоже будет хорошая. Чтобы родители на своем ребенке свои какие-то мечты не реализовывали, не ломали. Конечно. Потому что у одного человека, да, одни какие-то мечты связаны с его архетипом, а пришел маленький человек в семью, и у него совершенно другой внутренний склад, и для него будет совсем по-другому лучше. Вот чтобы родители понимали, что как для него будет хорошо. Потому что это самая главная задача родителей, да, чтобы ребенок состоялся, был счастливым. Анна, спасибо вам большое за разговор. Но перед тем, как мы завершим, не могу не спросить, а какое рабочее название вашего сочинения? Рабочее название не все мужчины с Марса, а женщины с Венеры. Отлично. Мне кажется, это очень символично. Дорогие друзья, мы рады, что вы были вместе с нами. Желаем вам отличного настроения. Изучайте, познавайте этот мир вместе с издательским домом Питер.